Здравствуйте, друзья! Меня зовут Оля, и сегодня мы с вами поговорим о косметических покупках из магазина FixPrice. Я думаю, все знают этот магазин. Я часто покупаю там какие-то товары для дома, и надо сказать, многие из них мне очень сильно нравятся и прям-таки изменили мою жизнь к лучшему. Например, какой-нибудь там силиконовый коврик для выпечки. Я теперь просто не представляю свою жизнь без него. Какие-то там рожок для обуви, терка, знаете, вот какие-то такие товары. Посуда там иногда бывает очень даже милая по дизайну и достаточно качественная. То есть я часто там что-нибудь такое, какой-нибудь новый салатничек, какие-нибудь бокалы, кружечку покупаю. Но сегодня у нас речь пойдет именно о косметических товарах, которые мне либо понравились, либо какие-то спорные такие эмоции вызвали. Но сейчас давайте обо всем об этом поподробнее. FixPrice это магазин фиксированной цены. Но многие жалуются, что цена там уже давным-давно не фиксированная, что там совершенно разные вообще цены, как в любом другом магазине. Ну там есть такая усредненная цена, на данный момент она 55 рублей, но также там есть товары, которые дешевле, есть товары, которые намного-намного дороже. Меня лично это не сильно смущает. Я понимаю, название FixPrice уже совершенно не подходит. Но сама эта концепция, то, что она изменилась, меня лично не смущает, потому что действительно есть товары, которые дешевле, их можно там купить, и сегодня у меня тоже такие будут. А есть, которые, ну по качеству они действительно лучше. Поэтому ничего такого страшного, что цена там не одинаковая на все товары, но все равно она остается бюджетной, честно говоря. Там даже продается еда, и раньше я снимала видео про то, как я пробую всякие там сладости из магазина FixPrice, их какие-то новинки. Возможно, опять когда-нибудь к этому приду, но сегодня все-таки хочется сделать акцент именно на косметических покупках. А еще я решила снимать это видео в одежде, которую купила в FixPrice. Да, не поверите, я сама в шоке. Я не шла туда специально покупать одежду, но вот проходила мимо, и вот мне попалась такая водолазочка. И она мне очень даже понравилась, такая с люрексом в стиле 90-х, но мне такое почему-то нравится. Качеству у меня к ней нет никаких претензий, я носила ее уже много раз, и даже носила ее на работу. И для меня она почему-то какая-то осенняя, я почему-то люблю носить ее перед Хэллоуином. Ну не потому, что она такая ужасная, да, не для Хэллоуина, а просто она мне ассоциируется вот с тыквой. У нее такой какой-то тыквенный насыщенный цвет, какие-то такие вот блесточки, вот этот люрекс. Нормальная абсолютно вещь, так что даже вот такое бывает. Сегодня у меня, видите, полный образ собран. И первое, что я бы вам хотела показать, это подводка фломастера для глаз Жан Мишель, черная. Вот такая вот, я думаю, многие знают, такой лайнер для того, чтобы делать стрелки. И я хочу сказать, что это прям моя находка. Я могу ее действительно рекомендовать, потому что стрелки я рисую себе каждый день уже очень-очень много лет. Я испробовала все абсолютно подводки, какие только существуют, с кисточкой, какие-то разные фломастеры, с разной тоже кисточкой вот этот фломастер бывает, разного размера. Гелевые подводки, карандаши там, тенями подводить. Я все-все-все испробовала. И хочу сказать, что вот эта подводка действительно неплохая. Я покупаю такие подводки, там уже больше полугода. Когда она у меня заканчивается, я иду и покупаю заново или покупаю сразу несколько, чтобы они у меня были про запас, потому что она мне прям понравилась. Хотя, когда я первый раз ее положила к себе в корзину, я вообще абсолютно ничего такого не ожидала. Я думала, что она будет ужасная, но стоила она недорого, там порядка 77 рублей, по-моему. И, в принципе, я решила попробовать и очень была ей удивлена. Она мне прям понравилась. Сейчас я немножко расскажу, как я делаю стрелку, чтобы вам было понятней. Для меня важно, чтобы вот именно кончик внешней стрелки был сделан супер водостойкой подводкой, которая даже мицеллярной водой, может быть, не полностью, не так-то легко смывается. Но такой подводкой пользоваться и вот здесь вот на глазе самом мне не нравится, потому что ее сложно потом смыть, потому что она как-то забивается там в ресницы, нужно тереть как-то глаз, ее сложно-сложно смывать. Каждый день вот это вот, это просто превращается в какой-то кошмар. Но вот уголочек должен быть именно водостойкий, потому что в течение дня может там быть ветер в глаза. Знаете, тут вот в уголках глаз какая-то слезинка там может из-за этого появиться. Или вы там чихнули, или какой-то дождь, или еще что-то, в общем, размазывается вот здесь. Поэтому поправлять стрелки в течение дня это просто совершенно, по-моему, неудобно. Если там помада или еще что-то там припудрится, еще как-то можно, то стрелке это ну совсем уже никуда не годится, поэтому вот этот уголочек должен быть зафиксирован просто намертво. А на остальной части глаза подводка у меня вообще ни разу никогда в жизни не размывалась, ни из-за какого ветра, ни из-за чего. Поэтому мне нужна какая-то обычная, стандартная среднестатистическая подводка, но с удобной, конечно, кисточкой, с которой ты не будешь долго возиться, которую просто так вот раз провел и все. Кисточка у него фетровая, она самая, что ни на есть стандартная. То есть она не слишком толстая, она не слишком тонкая, не слишком короткая, не слишком длинная, вот прям универсальная. Поэтому очень удобно ей пользоваться. Она не водостойкая, то есть для уголка глаза она не очень хорошо подходит, потому что она может размазаться при каких-то вот форс-мажорных обстоятельствах. Но на самом вот века подвижная просто идеальна, я советую. Так что если вы делаете стрелки, обязательно к ней присмотритесь. Они лежат обычно где-нибудь там просто рядом с кассой. Следующие товары, которые я все время покупаю в Фикс Прайс, это лаки для ногтей. На самом деле у меня аллергия на гелевое покрытие, на любое. Есть гелевое покрытие якобы противоаллергенное, у меня на него тоже аллергия. Поэтому я пользуюсь обычными вот такими лаками для ногтей. И предпочитаю их покупать в Фикс Прайсе уже огромное количество лет. Поскольку у меня есть в этом опыт, я покупала лаки более дешевые, более дорогие, в разных магазинах. И они все по качеству примерно одинаковые. Качество зависит в основном от того, как он держится и так далее. Скорее от самого оттенка. Я взяла здесь для примера просто вот три лака, которые мне в руки поместились. На самом деле у меня их огромное количество. И в Фикс Прайсе там гигантский выбор просто. Иногда у них заканчиваются ассортименты, там уже не очень большой выбор. Но если вам повезет, и вы попадете на какой-то, видимо, привоз товара, там просто гигантское количество. Вообще красный там 10 оттенков разных, зеленый там разных оттенков, разные там глиттеры, прозрачные, полупрозрачные, шиммерные лаки, матовые лаки. Ну все что угодно, там вообще полно. И именно вот эти фирмы, которые там продаются, они продаются также и в других магазинах. Типа Подружка, Улыбка, Радуги, ну вот подобных магазинах. И стоят они там намного-намного дороже. Я сравниваю цены. Именно за те же самые лаки там в Фикс Прайсе стоят они дешевле. Поэтому обратите на них внимание, если вообще пользуетесь такими вот обычными лаками. А также в последнее время в Фикс Прайсе я все время покупаю гигиенические помады. Называются крем-масло для губ. Кстати, мне очень нравится, что сейчас на гигиенических помадах стали писать там бальзам для губ, крем-масло для губ. Соответственно, мужчины совершенно спокойно их могут себе тоже покупать, потому что их гетеросексуальность не страдает из-за того, что они пользуются помадой. То есть крем-масло вроде это нормально. А помада там гигиеническая даже, это нет-нет, ни в коем случае, это же помада. Поэтому даже своему молодому человеку я покупаю там постоянно вот эти помады. У них очень приятный аромат, народные рецепты, фитокосметик. Конкретно у меня вот это кокосовое молочко и какао. Мне вот этот аромат нравится. Также я покупала там кола был аромат, тоже такой прикольный. Я ими пользуюсь в основном на ночь, потому что днем я пользуюсь какой-то цветной помадой. На ночь их использую и абсолютно нормально они действуют. То есть это не какое-то супер-регенерирующее за ночь средство. Вполне обычная нормальная гигиеническая помада, ничем не хуже, чем все остальные. Именно такие же помады продаются во многих других магазинах, аптеках, поэтому в фикс-прайсе их покупать просто выгоднее. Проходясь по фикс-прайсу, я случайно наткнулась там на средства, дезинфицирующие хлоргексидин. Также там есть раствор перекиси водорода. И они стоят там по 18 рублей. Это очень удобно. Я постоянно покупаю такие штуки обычно в аптеке. Но в аптеке там все время какая-то гигантская очередь. Либо они постоянно там почему-то заканчиваются. И есть только в каких-то маленьких там ампулах намного дороже. И приходится постоянно как-то выкручиваться. А там просто огромное количество вот этих вот банок стоит. Хлоргексидина, перекиси водорода. Поэтому в наше вот сейчас непростое время какие-то дезинфицирующие средства очень даже можно покупать в фикс-прайсе. Это удобно. То есть заодно ты купил там какие-то товары для дома, и какие-то конфеты, и вот дезинфицирующие средства, и какой-нибудь порошок там, и фломастеры. Так что очень удобно покупать это именно там. Кстати, я не сказала, что лаки стоят 55 рублей. В других магазинах они стоят там 100 и больше, ну или около того. То есть за именно такие же оттенки, те же самые фирмы, те же самые лаки, и оформление, все то же самое, просто намного дороже. Вот такие бальзамы стоят 27 рублей в фикс-прайсе. Также в других магазинах те же самые бальзамы стоят дороже. Кстати, в фикс-прайсе очень много товаров для дизайна ногтей, каких-то там наклеек всяких, блесточек каких-то, ну вообще для красоты всяких вот таких штук. Из-за того, что я не делаю гель-маникюр, то всякие вот эти блесточки, штучки, наклейки у меня плохо держатся. Но иногда я все равно их там тоже покупаю. И там они стоят очень дешево. Также там есть кисточки для маникюра. Поскольку я сама рисую, иногда я покупаю такие кисточки для рисования. Тоже, кстати, такой лайфхак. Потому что они очень как раз маленькие, тоненькие для маникюра. И очень-очень дешевые. Там целые наборы продаются. Поэтому иногда я их там покупаю. Следующий продукт, за которым я прям специально пошла по отзывам, это лосьон противовоспалительный, болтушка салициловая, плюс цинк. 24 часа, стоп-акне. Вот в таком вот медицинском она находится в пузырьке. Кстати, ее очень сложно открывать. Вот у меня очень короткие ногти. Мне сложно открывать. У тех, у кого длинные ногти, можно их и сломать. Тут вот такая заглушка, знаете, как в каком-нибудь йоде что ли. Вот что-то такое прям очень медицинское. Здесь два компонента, которые нужно перед применением взболтать. Я думала, что она будет жидкая такая, как вода. Но на самом деле у нее вот какая-то белесая такая структура, густоватая. То есть она даже сложно выливается на ватный диск. Но тут написано, что нужно использовать ее два раза в день. То есть утром и вечером каждый день. И при том не каким-то курсом. Я думала, ну там курс, например, две недели, ну месяц, например. Но нет, здесь вообще ничего про это не сказано. То есть как будто бы это средство не такое уж должно быть действенное. Которое нужно использовать там утром и вечером. Вообще без конца всю жизнь. Ну не может оно прям идеально высушивать. Потому что какой-нибудь там зенерит, все знают это средство. Его нужно наносить именно как-то точечно, на высыпание. И очень осторожно, потому что оно очень сильно сушит. Вот это средство, оно конечно не зенерит, но тоже сушит, конечно же, кожу. Потому что и салициловая кислота, и цинк, они очень сильно подсушивающим действием обладают. Если вам это как бы подходит, то в принципе можно попробовать. Средство это очень неэкономичное. Оно стоит 55 рублей, как бы это мало, да, это дешево. Но расход у него достаточно большой. То есть если действительно пользоваться утром и вечером, его здесь мало. Прям очень-очень мало. Вам его хватит на неделю, наверное, вот такого пузырька. Какого-то прям сильно такого вау-эффекта я лично не обнаружила. Что вот я его нанесла, проснулась утром, а у меня абсолютно чистая кожа. Как бы чудо не случилось. Но в принципе вот он подсушивает. Если вам это требуется, то хотя бы на ночь его как-то использовать можно. Я им пока что пользуюсь, смотрю за своей кожей. Каких-то прям очень острых высыпаний на данный момент у меня нет. Чтобы прям вот проверить его в деле. Но вот как я чувствую по каким-то, может быть, не острым высыпаниям, ну какое-то легкое-легкое воздействие есть. Но не какое-то прям, что вау, сразу все лицо очистилось. Конечно, такого ждать не следует. Пользоваться им немножко проблематично. Я говорю, то есть в ванной им пользоваться сложно. Потому что стеклянный пузырек, можно его уронить, разбить там, повредить что-то. Открывать сложно. В общем, не знаю, я попробую. И даже, возможно, куплю второй пузырек, чтобы как-то протестировать более длительно. Посмотреть за улучшениями кожи или ее ухудшениями, или что ничего не изменится. Конечно, это не панацея какая-то. Если у вас прям безумно большие проблемы, нужно идти только к косметологу. Такими средствами ее не решить. Но как-то так вот на бытовом уровне поддержать какое-то лицо более чистым, я думаю, в принципе, можно попробовать. Оно не такое плохое, как мне поначалу показалось. Далее я хочу показать бальзамы для волос. Конкретно это с маслом семян хлопка. Я очень много пользуюсь бальзамами для волос. Я решила попробовать кудрявый метод. Вообще у меня прямые абсолютно волосы. Но я хочу, чтобы они немножечко велись. И для этого нужно огромное количество бальзама. Постоянно использовать масок. Ну и именно бальзамы для волос. Соответственно, я решила купить, попробовать просто какой-то дешевый бальзам. Он стоит 55 рублей. Соответственно, его можно совершенно не жалеть. Мне запах более-менее, кстати, здесь нравится. Он такой достаточно тонкий, какой-то нежный. Я покупала такой же бальзам в такой же упаковке. Но здесь была фиолетовая такая этикетка, более такая, тоже пастельных оттенков. Она была с лавандой и розмарином. И мне она понравилась больше, чисто по аромату. Я даже не ожидала. Вообще я не люблю запах лаванды. Но там он был какой-то такой деликатный, такой женственный, такой ненавязчивый. Прям дорогой какой-то аромат, как ни странно. Вот этот вот он попроще. Хотя он пахнет немножко каким-то миндалем, что ли. Какой-то сладковато-пудровый такой аромат, кремовый. И сам бальзам тоже очень кремовый. Он белого цвета. И по консистенции, честно говоря, он больше похож на маску для волос, а не на бальзам. Потому что бальзамы для волос, вот если вы ими пользуетесь, то вы замечали, наверное, что когда их в большом количестве наносишь на волосы, они становятся такие прям скользкие, с водой там вместе. Они как водоросли какие-то мокрые, скользкие, такие водоросли превращаются по ощущению. Вот с ним они такими не становятся. Хотя должны были бы. Он похож на какую-то недорогую бюджетную маску для волос, которая, ну так, что-то слегка улучшает, но как-то не особо явно. То есть, честно говоря, как бальзам он не очень хороший. Просто вот из-за того, что его можно в больших количествах наносить на волосы, это его плюс. А так, конечно, он очень-очень посредственный. Следующее средство тоже очень-очень неожиданное. Я просто проходила по этому магазину, смотрела, что там есть, и вот наткнулась на дезодоран для обуви антибактериальный с ароматом мяты. До этого у меня было с каким-то еще другим ароматом, и, честно говоря, им стало пользоваться. Я периодически его покупаю. Я сначала подумала, аха-ха-ха, какая глупость, какая чужесть, чем это вообще нужно. Но он стоил как-то там очень дешево, и я его решила положить с собой в корзину. И потом я подумала, а вообще-то это прикольная идея, почему бы и нет. То есть он выглядит тут как спрей, да, как какой-то лак для волос, что ли, да, такой антибактериальный. Просто брызгаешь его внутрь в обувь, и якобы он там обеззараживает, убивает бактерии, как-то освежает. И действительно есть такое. Я подумала, прикольная идея, то есть специально как-то где-то его искать, куда-то там вообще думать, что мне он нужен. Такого не было, просто совершенно случайно наткнулась. И теперь думаю, да, вообще-то здорово, на нем вот даже написано, цена 55 рублей. Я их иногда покупаю, так что попробуйте. Штука прикольная. Следующий товар покажу быстро, потому что он очень-очень шуршит, шелестит. Это влажные салфетки для детей, салоя вера. Они такие розовенькие, здесь какой-то плюшевый единорог в звездочках нарисован. Эти салфетки достаточно дешево стоят, тут их очень-очень много. Сколько их, кстати, 130 штук, то есть это прям огромная упаковка. И у них приятный аромат, они какого-то такого нежного действия, ненавязчивого. У них нет вот какой-то химозности, они чувствуются. То есть они как бы детские, и я просто специально даже хожу за ними в фикс прайс. Они мне прям очень-очень нравятся, я их покупаю уже тоже на протяжении длительного времени. Очень вам советую. Ничего такого в них особенного нет, это просто обычные салфетки, хорошие. Их много, и они достаточно дешево стоят. Упаковка тоже не раздражает, а такая вот прям какая-то милая, забавная, симпатичная. Следующая штука, это очень-очень неоднозначная. Это ампульная сыворотка для лица с авокадо, высококонцентрированная. Сразу начну с претензий к ней. Значит, ампульная сыворотка. В каком смысле ампульная сыворотка? Это просто какая-то пластиковая банка с железной крышкой, внутри которой какой-то гель зеленого цвета, очень странный, с пузырьками какими-то. Похожий на какой-то гель для волос. Или, знаете, вот в детстве у нас были лизуны, назывались такие игрушки. А также это еще очень-очень сильно похоже на слайм, который дети сейчас играют. Помните, вот тоже как в какой-то баночке, какой-то вот это вот желе, слайм. А он еще и такого зеленоватого оттенка, противного довольно-таки. То есть очень странно это наносить на лицо. Также здесь написано, что это и тоник, и эмульсия, и сыворотка. Прям все в одном. Еще бы написали бальзам, маска, там, крем. По факту это крем для лица, именно гелевой такой текстуры. Раньше я пользовалась подобными штуками. Они просто были не в прозрачной упаковке, поэтому было как-то поприятнее. А здесь прям вообще. Но это чисто вот гель для волос, какой-то очень-очень дешевый. Из 90-х, 2000-х, вот какая-то такая штука. Написано, что он с авокадо. Возможно, поэтому они какой-то краситель добавили, вот такой зеленый. Дальше. Я думала, что там будет какой-то дозатор, что-то там будет внутри. Но внутри там нет ничего. Там просто откручивается крышка, и нужно в эту банку с этим гелем просто лазить рукой. Как бы вы ни мыли руки, все равно есть там какие-то бактерии под ногтями, там что-то как-то. Поэтому такой способ использования это крайне неудобно. Он какой-то жидкий, вот этот гель трясется весь, как желе. Просто кошмар. Когда я ее открыла, в первую очередь меня потряс просто запах. Потому что вид, я уже сказала, вообще не вызывает никакого доверия. Но запах, то есть написано, что он с авокадо. Как вы думаете, пахнет авокадо? Здесь он пахнет очень химической такой, ядовитой, просто ядреной отдушкой винограда. То есть как будто бы какая-то виноградная газировка. Очень-очень дешевая, из того же фикс прайса примерно. Звучит, может быть, и неплохо, что какой-то виноград, какая-то газировка. Но это не качественная отдушка, а именно какая-то очень химическая, очень такая сильная, дешевая. Вот если бы так пах какой-нибудь слайм, я бы еще как-то поняла. И то детям такое давать было бы странно. Но тут это еще нужно наносить на лицо. Ну ладно, я рискнула, я наношу какое-то время это себе на лицо. Ну не знаю, и утром, и вечером, кстати, наношу. Он создает какую-то пленку такую. Когда начинаешь смывать ее потом, если водой, ну или как-то задеваешь мокрыми руками, чувствуется, что она какая-то скользкая. Очень такая странная штука. Возможно, я ей даже допользуюсь, но второй раз я ее покупать 100% не буду. Написано, что она интенсивно увлажняет, питает и подтягивает кожу, разглаживает морщинки, стимулирует клеточное обновление. То есть она делает просто все. Единственное, что тут не написано, что она с акне борется. Это был бы уже полный такой вообще список максимальный. Ну, она немножко, кстати, как-то стягивает кожу. Правда, чувствуется, как будто бы вот что-то вот стянутость какая-то не очень приятная после нее. Я потом пользуюсь через какое-то время еще своим обычным дневным увлажняющим кремом. Он как-то улучшает ситуацию. Но просто с ней, я думаю, что главное, чтобы она хуже не сделала. Со временем аромат немножечко выдыхается. То есть он уже пахнет до сих пор так же химозно и неприятно, но уже намного слабее. Потому что когда первый раз открыла крышку, у меня просто шок какой-то случился. Сейчас уже как-то так поспокойнее аромат. Я думаю, со временем он еще больше как-то улетучится. Но крайне неудачный выбор аромата для косметического средства для лица. И вообще неудобный формат упаковки. Я не знаю, может быть это каким-то детям может понравиться. Очень молодым девочкам, подросткам. Потому что для взрослого человека, для женщины это просто катастрофа какая-то. Следующее средство это вот такая пилинг-маска для лица с АХ, БХ, кислотами. Не знаю точно, как они произносятся. Но вообще я раньше очень много слышала про подобные средства. Они стоили всегда очень дорого. Конкретно эта маска стоила около, по-моему, 99 рублей. Как-то так. И я решила ее попробовать. Вот ей, кстати, нужно пользоваться один-два раза в неделю. То есть не каждый день. Потому что она якобы обновляет верхний слой кожи, мягко отшелушивает. Я так понимаю, что это хорошо для борьбы с пост-акне. Как раз чтобы сшелушивался вот этот верхний слой, кожа обновлялась. И более чистая, свежая кожа оставалась у вас уже в итоге. Пока что мне кажется, что что-то такое в этом есть. То есть, конечно, это тоже не вау-средство, которое вы нанесли. Ее нужно выдержать 15 минут и смыть водой. Конечно, нет после этого какого-то такого эффекта, что вы были вся сморщенная, вся в морщинах, прыщах каких-то, несовершенствах. И потом вы ее смыли, и все. У вас идеальная кожа, просто 18-летний. Но немножечко есть какое-то улучшение, какое-то легкое отшелушивание и обновление кожи. Даже после первого применения я чуть-чуть что-то такое почувствовала. Уж не знаю, содержатся ли действительно здесь вот эти кислоты популярные. Но может быть даже и содержатся. То есть, я буду продолжать ей пользоваться. Ну, посмотрим. Мне, в принципе, она понравилась. То есть, я даже боялась ей как-то пользоваться. Первый раз думаю, вдруг у меня будет какой-то ожог, вдруг у меня будет какая-то аллергия ужасная. Или я проснусь, у меня все лицо будет шелушиться как-то страшно. Но ничего такого не случилось. Ну, какое-то мягкое отшелушивание, может быть, даже и есть. Так что, в принципе, прикольная штука. Буду покупать, наверное, в фикс-прайсе еще что-нибудь подобное. Хотя ее хватит очень надолго, потому что она очень экономичная. Здесь 80 мл. И учитывая, что 1-2 раза в неделю. То есть, скорее всего, тут просто использовать ее можно после вскрытия 6 месяцев. Скорее всего, просто после этого придется ее выкинуть. Но вряд ли она за это время успеет даже закончиться. И последнее, что я хочу вам показать, это вот такой воздушный крем-суфле для рук и тела. Мне очень понравился его дизайн. Такой нежно-розовый, какой-то тут единорог, радуга, всякие там сердечки, звездочки. Ну, симпатично он выглядит. И у него, кстати, гигантский объем. У него 150 мл. То есть, его хватит просто на бешеное количество времени. Хотя, если вы именно для тела им будете пользоваться, то, конечно, меньше. Но я, честно говоря, не люблю какие-то жирные кремовые средства наносить на тело. На руки, да. Я часто пользуюсь кремами для рук. И здесь его просто огромное количество. Сначала мне не понравился его запах. Он пахнет какими-то конфетками, что ли, ягодными. То ли какой-то ягодный кисель, вот такой сладкий, сахарный. В этом, это как бы нормально, но есть еще какая-то нотка, как говорится, вот в парфюмерии, да, которая прямо отталкивает, раздражает. Как-то не странно, у меня вот такая какая-то нетерпимость к ноте ревня. То есть, ревень, когда содержится. Я сомневаюсь, чтобы здесь содержался какой-то ревень. Но он обычно, обычно его люди любят. Он продает какой-то свежести такой, вы знаете, необычной свежести. Что-то такое интересненькое, непонятное. Я эту нотку вообще терпеть не могу, и вот здесь я чувствую ее. Даже если ее нет, то вот что-то такое напоминающее здесь есть вместе с этими ягодами. Поначалу меня прям сильно расстраивало, потому что от рук первое время сильно идет этот запах, и он меня прям отвращал. Но потом как-то я к нему что ли привыкла. В принципе, теперь мне этот запах даже приятен стал. Я чувствую больше вот этих каких-то ягодок, какой-то компотик такой сладенький, сахарный. Может быть, это какая-то клюква в сахарной пудре такая есть. Ну вот прикольный, в принципе, запах. Очень химический, конечно. То есть это не какой-то натуральный, там роскошный аромат. Нет, конечно. Но, в принципе, я и не ожидала чего-то такого уникального. Но как крем для рук, это вполне себе нормальный крем. То есть у меня к крему для рук не такие уж какие-то грандиозные требования. Ну так питает, увлажняет на какое-то время. На ночь я им часто пользуюсь. То есть нормальное средство. Конечно, опять же, если у вас сморщенные какие-то там шелушащиеся руки, он не приведет их в порядок после первого использования. Но так обычный рядовой банальный дневной крем для рук, ежедневный, вполне имеет право на существование. В принципе, я им пользуюсь. Его хватит просто до конца моей жизни, наверное. Учитывая, что у меня еще и другие есть крема. Но я им пользуюсь. Нормальная штука. Честно говоря, могу посоветовать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы покупаете обычно в фикс-прайс. Какие ваши там прям must-have. Потому что у меня есть такие вот средства. О некоторых из них я говорила сегодня, которые я покупаю прям регулярно. И, может быть, не только из косметики. Напишите, будет очень интересно. Потому что, ну, заставит присмотреться к чему-то более подробно. Потому что, может быть, ты просто проходил мимо какого-то средства. Потому что, ну, как-то никогда его не пробовал и даже не думал, что оно может быть хорошим. А по рекомендации, по какой-то наводке купишь его и тоже поймешь, что действительно, как ты вообще без него раньше жил. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до встречи. Пока. Пока.